Динозавра Убедительная просьба Не трогать руками экспонаты Это уникальное яйцо динозавра Я нашел во время экспедиции в Танзанию А остальная часть художественной инсталляции Позволяет наглядно представить Каким был наш мир во время эры динозавров Так это же все подделка Не подделка, а реконструкция Ну, по правде говоря, все экспонаты лишь макеты Кроме яйца Откуда мы вообще знаем, что так все и было? Я тоже могу драконов напридумывать Но палеонтология не фантазирует Она изучает Нашей планете примерно 4,5 миллиарда лет Последние несколько тысяч лет этого цикла Мы можем восстановить Благодаря науке истории По различным источникам От преданий и летописей До первых наскальных надписей Которым больше 40 тысяч лет Однако это ничтожно мало По сравнению с остальным сроком жизни планеты Что же было раньше? В общих чертах на этот вопрос отвечают физика и астрономия Но эти точные науки, увы, не в состоянии рассказать о том Многообразии живых организмов Что существовали на протяжении миллиардов лет До появления человека разумного И тут нам на помощь приходит палеонтология Наука о древних организмах Картину древнего мира Палеонтологи восстанавливают по окаменелостям и останкам Которые сохранились с древних времен до наших дней Благодаря этим исследованиям Мы знаем, что жизнь появилась на Земле Больше трех с половиной миллиардов лет назад За это время был пройден путь От крошечных микроорганизмов До удивительных гигантов-динозавров Которые существовали на планете Почти двести миллионов лет Предлагаю сделать перерыв И выпить чаю Вау! Страшно? Хе-хе! Не древ колючий Ящер на мелочь не бросается Расслабились тут, небось Без динозавров-то Какой смешной пусечка А кто это? Это вроде как ты Не шути так, колючий А где мои когти? А клыки? Что, я в конце концов? Я не брал Я же просил Ничего не трогать Это не я, это он Но он и правда там был И сейчас где-то прячется Совсем один А ведь у него даже Имени нет Слушай, зачем тебе кого-то выдумывать? Если у тебя уже есть я, а? Петя Как думаешь, хорошее имя? Ну и сиди тут В своем курятнике Лосяш Лосяш Так Этот что? Ха, нашелся А я и не терялся Нет А я тебе имя придумал Петя Ага, спасибо Только динозавру оно не очень подходит Понял, да? Ну ты же вроде как не динозавр Сплюнь, колючий Это временно Тут где-то обязательно должно быть написано Как стать тем, кем хочешь Ты же только вчера родился И уже умеешь читать? Мы динозавры Еще и не на такое способны Понял, да? И я с картинками еще Ну зачем тебе быть именно динозавром? Тебе и так неплохо Ой, да что ты в этом понимаешь? Ты себя-то в зеркало видел, нет? Видел Но мне так тоже неплохо Не ври себе Ты просто смирился Вот Кем быть круто А ты можешь хотя бы остальным показаться? А то мне никто не верит С ума сошел? В таком виде? Вот стану динозавром? Тогда пусть любуются Ежик! У меня теперь тоже есть свой друг Это Ираклий Ираклий — это ежик А теперь извини Нам с Ираклием нужно пойти И поиграть в кучу интересных штук Нет, ну почему цыпленок? Вот чем какой-то цыпленок? Лучше кролика Динозавра я бы еще понял Но цыпленок А ну если это вас утешит То можно сказать, что это почти одно и то же Палеонтологам приходится восстанавливать картину прошлого По совсем небольшим кусочкам Обломкам костей, ракушек И окаменевшим фрагментам растений И чтобы получить целое из части Ученым приходилось руководствоваться В основном собственной фантазией Но потом на помощь палеонтологии Пришли современные методы анализа и изучения Стало возможным точно определять возраст находок Обнаруживать в окаменелостях остатки органики И даже выделять фрагменты ДНК в древних останках Хотя до недавнего времени считалось Что ДНК не может сохраняться больше 600 лет Научный подход подарил множество новых открытий в палеонтологии И развеял не меньшее количество заблуждений Так еще в 20 веке считалось, что велоцирапторы выглядят таким образом Но более поздние исследования показали, что эти ящеры Эволюционно были очень близки к птицам А значит, у них скорее всего были перья Сейчас уже никого не удивить тем, что все современные птицы Произошли именно от динозавров А вот анализ геномов различных пернатых Показал, что меньше всего хромосомных изменений Относительно своего предка приобрела курица Именно она и является ближайшим родственником динозавра Так что фантазия южика никакая не фантазия, а научный факт Ласяш, извини, но психолог из тебя так себе Подглядываешь? Ой! Я нашел способ Пошли отсюда Ты опять что-нибудь испортишь, а все решат, что это я схожу с ума Да, да это они все с ума сойдут, когда у меня получится Пойдем, пойдем Я тебе сейчас такое покажу Смотри, что я у Рогатого в архиве нашел То, что нужно Можно стать большим и сильным, как этот косолапый на видео Как динозавр Для этого нужны сложные опыты А Ласяш вряд ли согласится Ха! Делов-то! Изменить ДНК морковки Не вздумай, это был опасный эксперимент Ой, да ладно, не нагнетай Раз пополамим Только представь Мы будем здоровенными ящерами Покорим весь мир Я не хочу Это глупо А мне и так хорошо, ежикам Эх ты, разочаровал Ну, передумаешь, легко меня найдешь Такой огромный динозавр в лесу Петя? Цепленок жареный Цепленок фори passion Цепленок фори Цепленок цепи ципи цепи 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 Чтоб стало ясно, пока с мамой, Чтоб было всё... Нас забрым отбрать! Сейчас всем не зря! Цыплёнок парень, Цыплёнок цып-цы-цы-цы Это кто? Петя, не ходи туда! И у цыплёнка есть претенка! Я мне теперь любое море по колено! Ой! Мы так не договорились! А-а-а-а! А то и крут колючий! Прямо как настоящий динозавр! Никто точно не знает, как выглядели динозавры! Лосяш вон говорит, что они были с перьями! Я так и знал! Ты куда? Знаешь, динозаврам на роду написано Мир покорять! А я и так у вас тут засиделся! А Петя, хорошее имя! Пожалуй, оставлю! Теперь мне точно не поверят, Что я тебя не выдумал! Петя! В лесу родилась елочка! В лесу она росла! Петя! Петя! Ты вернулся! Кто? Ёжик! Ты где пропадал, а? Хороший костюм! Да так, ерунда! Просто вдруг тебе захочется Обнять своего воображаемого друга! А он того воображаемый! А тут я... С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Ага! Хе! Кукаряку! КОПАТЫЧ Ты давай прекращай тут тоску разводить! Теперь что, заняться нечем? Нечем! Огорода нет! Ульев нет! Эх! Укуси меня вакуум! Значит, можно отдыхать! Почитать что-нибудь! Придумать себе хобби! Не умею я отдыхать! Не приучен! Да вы, ребятки, за меня не переживайте! Яблочко хошь и чистенькое! Нет, спасибо! Вот и я не хочу! Даже вредителей тут нет, чтобы от них запасы защищать! Ладно, ежик, пойдем отсюда! Меня от этого скрипа уже уши заложило! Червивая! Ха-ха-ха! Червивая! Вот попадись мне, вредитель! А кто-нибудь знает, что стряслось с нашим Копаточем? То его не видно, не слышно, а то... Я из-под земли достану! Хоть не скрипит больше, уже хорошо! Да шо ж такое, а? Опять червивый! Укуси меня, червяк! Я уже и опылял, и ловушки ставил, все без толку! Феноменально! Он где-то здесь прячется обжора! Наверное, мы прихватили его еще с земли, когда собирали запасы! Да хоть с Марса! Лучше подскажи, как его, вредителя, найти? Насквозь-то я видеть не умею! Насквозь? А ведь это идея! Я думаю, увидеть вашего червяка нам поможет магнит! Так ведь червяки, вроде того, не магнитятся! Это только на первый взгляд! Как я уже не раз вам рассказывал, мы все состоим из атомов, а каждый атом из ядра, вокруг которого вращаются электроны! Так вот, ядро каждого атома это маленький магнитик! Это шо ж получается? У нас внутри магнит в полно! Отчего ж к нам железки не липнут? Из-за того, что наши ядра магнитики очень слабые и направлены в разные стороны! Поэтому большинство веществ не обладает магнитными свойствами! Но если поместить любое вещество в очень сильное магнитное поле, то ядра атомов начнут выстраивать свои магнитики в одном направлении! О! И чего? Тогда любое вещество станет магнитом? Не совсем! Магнитики ядер не сразу выстроятся в затылок друг другу, а будут некоторое время качаться, как волчок перед падением! Это вращение ядра называется прецессия! Ага! Одного не пойму! Как нам эти волчки помогут червяка поймать? Сейчас все поймете! Прелесть в том, что у каждого ядра своя частота прецессии! А значит, и у разных веществ она отличается! У сахара своя прецессия ядер, у воды своя! Получается, что если мы определим частоту прецессии ядер, то сможем понять, сколько, например, в арбузе воды и сахара! И уж точно сможем определить, есть ли внутри червяк! Здорово! Правда? Может, лучше дустам его? Друг мой недоверчивый, давайте я вам еще раз все объясню! Слышал? Они могут все узнать! Это вряд ли! Начинается процесс уменьшения! Где сегодня высадится наш червяк-вредитель? Овощи, фрукты или цитрусовые? Давай овощи, я от этих фруктов уже чешусь! Отлично! Пункт назначения гигантская морковка! Вот оно! Счастье! Значит, у каждой ерундовины частички внутри крутятся со своей чистотой! Именно! А как же ты чистоту этих ядреных волчков определишь, ежели внутрь не залезешь? Очень просто! Резонансом! Чтобы измерить частоту прицессии ядер, нужно облучить атомы радиоволнами и менять частоту радиоволн, пока она не совпадет с частотой прицессии ядер. Тогда возникнет резонанс. А приборы зафиксируют этот момент. Он называется ядерный магнитный резонанс. При помощи ядерного магнитного резонанса можно узнать частоту прицессии и определить, что находится внутри. Таким образом можно посмотреть, как устроен практически любой предмет. Значит, и фрукты, и овощи можно ядренно-магнитно просветить? Ядерно-магнитно, разумеется. Так чего же мы тогда ждем? Это устройство, которое поможет нам найти вашего червяка методом ядерного магнитного резонанса. Оно создает очень мощное магнитное поле в десятки тысяч раз больше, чем у Земли. Видите? Прибор слой за слоем просвечивает яблоко, а потом складывает картинку в единое целое. Этот прибор называется томограф, от греческого слова томос, сечение. Здорово! Давай еще! все, это последний. Пусто Не сработал твой ядреный резонанс Вот ведь хитрющий червяк попался Может все-таки дустом его Подождите, возможно мы что-то пропустили Так чего ж теперь? Еще пять дней, а все пересматривать Давайте проверим хотя бы снимки червивых плодов Погодь, а можешь эту увеличить? Попался! Ишь какой жирный! В арбузе окопался Вредитель! Не уверен я, что все это правильно Ты что? Мы же не просто так Ради Копаточа Отними у него нашего несуществующего вредителя И что ему останется? Тихо! Что это? Вроде оттуда звук Посмотрим? Может не надо? Да что там может быть так... Ку-у-у-у! Куда он делся? Ребята, а вы тут чего делаете? Капартыч, а мы тут, это, червяка тебе поймали Ага О чем вы только думали? А ведь я хотел на днях сварить яблочный компот А если бы вы были внутри? Ужас Мы хотели как лучше, чтобы Капартыча было веселее Ну, теперь ему точно есть чем заняться А кто это у нас такой обжора, а? А это резонансик у нас такой обжора Лопай, лопай, хитрюга Надо будет тебе еще кроватку справить Ядерный магнитный резонанс был открыт американскими учеными Феликсом Блохом и Эдвардом Пурселом Их открытие вызвало такой резонанс, что в 1952 году они получили за него Нобелевские премии по физике Позднее американец Пол Лаутербур и англичанин Питер Мэнсфилд разработали метод магнитно-резонансной томографии позволяющий заглянуть внутрь хоть фрукта, хоть человеческого тела За это в 2003 году они получили Нобелевские премии в области садоводства То есть, простите, физиологии и медицины Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова